Мосгортранс отмечает годовщину сервиса «По пути». По замыслу, это маршрутки по требованию. Вы приезжаете на конечную станцию метро, открываете приложение «Московский транспорт», заказываете автобус и за 51 рубль уезжаете в нужную вам точку Новой Москвы. Сервис «По пути» работает в пяти поселениях Новомосковского округа и наполовину похож на такси, потому что одна из двух точек маршрута фиксированная. Начинаться или заканчиваться он должен у метро Прокшена, станции Щербинга или платформы Силикатная второго диаметра. А вот противоположный пункт выбирайте любым, в пределах правил дорожного движения. Поэтому система знает примерно 300 остановочных пунктов, из которых треть виртуальные, то есть без павильонов. Заказав автобус в приложении, пассажир видит примерное время ожидания, до получаса, и точное место посадки, в пределах 800 метров от желаемого. Заходя в машину, нужно отсканировать QR-код, чтобы с привязанной банковской карты списались деньги. Рады мы. Это единственный транспорт, по сути дела, который вот отсюда можно уехать. Единственное. Ну, еще есть маршрутки ходят, но они как-то не очень. А так очень удобно. Отсканировал. Мы с женой ездим, у нее программа. Она меня туда добавляет. Все нормально. Я даже не сканирую, сел и сижу. Полусотни желтых микроавтобусов Mercedes Sprinter, доработанных нижегородским ателье «Луидор». За год перевезли 520 тысяч пассажиров. В 16-местном салоне непривычные для маршрутки ремни безопасности, индивидуальные USB-розетки и светильники. Есть даже багажное отделение. За год работы мы проехали 4,5 миллиона километров. К счастью, не было дорожно-транспортных пришествий серьезных поломок. Все обязательства по сервису, по поставке запасных частей наши партнеры исполняют. Мы не ощущаем проблем с обслуживанием, поэтому каких-то резких изменений в плане использования этой техники не предполагается. Естественно, по мере ее исчерпания срока полезного использования. Мы будем ее постепенно менять, но заранее ничего такого экстренного санкциями делать не планируем. Весь парк отработает весь свой срок жизненного цикла. Импортозамещение Мосгортранс начал с программного обеспечения. 15 мая сервис не без сбоев, но перешел на российский софт, защищенный от кибератак и основанный на российских картах. Следующий этап – расширение зоны покрытия. До конца года сервис заработает в Сколкове, куда откомандированы пять автобусов. Причем один из них вскоре будет электрическим. Мосгортранс нашел применение новой «Газели ИНН», которые уже работают в Нижнем Новгороде. Конечно, нам бы очень хотелось использовать отечественный подвижной состав. Будем тестировать «Газели Электро» в этом году. Другие производители, я знаю, тоже имеют намерение автобусы такого класса производить. Нам это очень интересно. Мы готовы закупать автобусы и приобретать их на условиях контракта жизненного цикла с последующим сервисом, как мы это делаем по автобусам большого класса. Ждем от нашей автомобильной промышленности новых современных образцов. Добавим, что в сентябре в набережных Челнах начали тестировать аналогичную службу «Челнок», но там на линию встанут 10 восьмиместных китайских автобусов «Джак Сан Рэй». Следом, вероятно, будет Московская область с сервисом «Нам по пути». До конца года его обещают запустить в Красногорске.